Привет, мои уважаемые друзья, подписчики и зрители! Сегодня мы отправляемся снимать вторую линию Золотых Песков. Мы сядем на паровозик и доедем до центра Золотых Песков Адмирал. Золотых Песков 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 Вот эти куколки мои работают маленькие, смотри, да. А вон там отели работающие, я думаю. А это вообще уже даже не вторая, это уже какая-то третья линия, по-моему. А, это Тинтяна, Тинтяла. Пойдем посмотрим, что там поближе. Вот такой парк-отель. В принципе, здесь недалеко до моря. Вай-фай тут есть. Что еще тут есть? Бассейн. Софи, наверное. Шикарно. Там есть ресторан. Ой, какой бассейн. Смотри, какой шикарный бассейн. О, какой. Какой шикарный бассейн. Просто вау. Сколько стоит этот отель? Ну, сейчас стоим еще? Ну, да. Сейчас, я думаю, 70 евро. Ну, мы это проверим. А вот здесь вот паркинг заполненный полностью. А вот этот отель вот тоже работает, вот напротив. Ну, название его я что-то не вижу. Как он? Там следующий тоже. Да. То есть, это уже третья линия, фактически, получается. Но все это все равно близко до пляжа. Чем отличаются золотые пески от солнечного берега? Что здесь отовсюду, близко молит. Hello. 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 А как этот отель называется? Идем там вот посмотрим, как он называется. То он тоже работает. Не так много работающих отелей здесь. Сейчас на конце фа. Арха. Ты какой придумаешь сегодня? Амфа. А, может быть. Мы это проверим. Вот это отель Аклас. Вот тут, видите, как просто кривое зеркало. Слушайте, а это вообще уже какая-то четвертая линия. Да ладно. А, нет, третья, да? Да вторая. А что, здесь вот так уютненько? Ну, золотенько. И тенек. Тенистенько. Просто этот отель мы не знаем. Я сказала, что он Атлас. Четыре звезды, тем не менее. Вот он здесь находится. А где он Атлас? А, вот мы здесь. А там, где все стерто пальцами. Пальцами. Отель Аклас 4 звезды. Вот работающий отель. Мы его видели. Он недавно только построился. Он вообще свежат. Арена Мар? Ну, там что-то написано. А, сейчас увидим. Во-первых, тут четыре звезды вон там в кустах. Ну, сейчас мы его увидим. Арена Мар. Арена Мар. Ну, очень большой патрянка. И весь заполнен. Один день. 15 лет. Вот здесь мы приближаемся опять к короте клубу. Вот этот вот, который между двух, он, по-моему, не работает. А вот боулинг, может быть, тоже вообще сомнительно. Только пицца. Пицца работает. И вот так вот все это выглядит. Вторая линия в эту сторону. Ой, а смотри, как из него идут пузырьки. Смотри, вот эта аптека. Видите, какие пузырьки из него идут? Супер. Это освежая. Смотри. Здесь прохладно. Посмотри, как хорошо. Да, спасибо аптека. Смотри, какие футболочки разные. Вот пять левая. Пять левая. А вот эти детские. Вообще капец. А вот такие какие-то платьица. Кис-кис. Платье Кис-кис. 29. Вегас. Вот, смотри. Вот оно уже идет по 15. Мой любимый раздел. Купальники. Ой, мне вот этот нравится. Смотри, он похож на тот, который у меня был. Добрый день. Здравствуйте. А сколько стоит я хочу? 45 лет. 45, да. Это 49 болгарских купальников. Эти все такие болгарские, но 49 лет. Угу. По-моему, хорошие. Супер. Сколько много. Размах купальников. Так, ну ладно. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. 35 лево. Вот, Камчай парк. Три звезды. Весь работает. Стоят, искали зубы. Да. Разруха. Какой экзотический выглядеть. Заказы. А как и струя такого? Это 30 лево. А этот 40 лево. Со срамочкой. Со срамочкой. Или стейк-хазы. Или что-то. Да, тут все вместе. Мы находимся на второй линии золотых песков. И снимаем для вас работающие отели. Одна моя подписчица очень хотела посмотреть, что творится на второй линии. Не на первой линии у моря. А именно на второй. Сейчас мы ей это все покажем. Так, я хочу посмотреть вот этот новый отель. Завершили они или нет? Они его строили весной. Парк-хотель Одессис. Я не знаю, новый, старый. Старый-старый. Но выглядит неплохо. Тут на второй линии стоят машины. Вот этот отель строился весной. Но он еще не закончен. Вот здесь отель Елена, который. Элена. Он работает. Тут уже еще много-много отелей. Эта улица продолжается, продолжается и продолжается. Классная могла бы быть кафе. Вот здесь они что-то продавали. Здесь бассейн. Здесь можно посидеть, тенечки. Но не работает пока. Хотя вода на лето, я думаю, открывает. А, Дальчевита. Еще какая-то городина есть. Ну, то есть тут отель на отеле. Конечно, здесь густая застройка. Просто даже удивительно. Машинами все уставлено, конечно же. Всех не пересмотришь. А вот отель какой, сейчас мы его посмотрим. Мы сейчас мимо его проходим. И надписи не находим. Это отель Плиска. Мы вывезли на улице. Очень популярно. О, народный. Устой очередь, скажем, какая-то в отеле. Отель переполнен, ребята. И там бассейн есть. Тут Дальчевита. Короче, здесь есть все. Это такое место. Тупиковое. Банище. Вот отель Преслав. Сейчас мы еще снимем. Дальчевита понятно. С Дальчевитой все видно. А здесь у нас отель Преслав. Ой, куда же мы уходим? Смотри, мы сейчас увидим. Вот это отель Преслав. Там, вот там. А Геродин это тоже отель, кстати. Он стоит перед Дальчевитой. Вот он. Так, а мы вышли, похоже. Куда? Я хрен знает, куда. Туда, откуда нам еще выходить как-то надо. Знаю, люби свои золотые тиски. Мы пришли куда-то. Прямо к ревьере, по-моему, да? Да. Вот паркинг. И даже место, по-моему, вверху. Вот здесь не стоит. Вот этот шикарный паркинг. Три Баганэ в час. Смотри, отель Дальчевит. Вот шикарный отель Дальчевит. Вот тут бассейн у него прекрасный. Огромная территория. Красивые сосны. И много народа. Вот такая красивая территория у этого отеля Дальчевита. Мы практически прошли всю вторую линию. Когда люди говорят о второй линии, они обычно подразумевают вот эту аллею. Она такая зеленая, тенистая. Здесь отели в основном были раньше старые. Но теперь я вижу, что очень много новых построили. И продолжают строить. А вот здесь площадка для игры в шары. Кто знает. Да, но популярностью, похоже, не пользуются в Болгарии. Нету англичан. Англичане не приехали, наверное, в этом году. Мы вышли прямо к ривьере. Какая лошадь. Лошадь непростая. А зебровая. This house is yours. My father. Very nice. Так, мы вышли на парковку. Прошли ривьеру. Короче, возвращаемся на Золотые пески. Здесь вначале у нас паркинг расположен, на который возят эвакуаторы неправильно припаркованные машины. Но здесь можно и постоять отдельно за пять левов в день. Вот пять БГН. Можно стоять с восьми утра до восьми вечера. Да, вот там находится автобусная остановка. Важно. Ну, мы сейчас пройдем через паркинг. Прямо начало Золотых песков. Вот здесь твои машины. Да, вот это оштрафованные. Видите, у них на колесах какие штуки. Все румыны, немцы. Ну, на самом деле, тут все сейчас стоят буквально друг на друге. Поэтому я даже не знаю, как они выбирают нарушителей. По-моему, их настолько много, что всех просто не перестаешь. Да, и 70 лево нужно заплатить, чтобы освободиться. Сейчас еще идем по платному паркингу. Представляете, какой он здоровый. И тем не менее, когда в летний сезон, в августе, вот сейчас днем, когда все приезжают на пляж, здесь совершенно нет места. Надо же. Здесь и гулять было бы приятно. На самом деле, это просто парк. Вот рафанчики, которые мы тоже ловим. Так, на экскурсии не поймите. А где-то записывайся. Ну, все, мы уже пришли на Золотые пески. Вот, еще одна лошадка. Да, это популярный бизнес лошадки для детей здесь. Ну, еще кто-то купается. Сейчас мы пойдем. Да, ну, а какой сложится. Вот это выход со второй линии, наиболее популярный. Здесь, в основной массе, все отели выходят здесь, потому что здесь прямо напротив пляж. Это рыба, которая едет вверху. Прямо популярно. Десять и в 20 минут. Тридцать минут, 15 минут. Пошли на пляж. После второй линии нам ужасно. Хочется в воду. Потому что невозможно жарко. До сих пор. Уже девять вечера скоро. А все время такая жара. gym. Золотые лошадки. Помогу. Субтитры создавал DimaTorzok